что никакого пенальти там не было. Тем не менее, победа Милана со счетом 2-1. Кстати говоря, Балателли и дебютируя в основном составе Интера в свое время, также дублем отметился. В завершение лишь скажу, что Милан поднялся в турнирной таблице и совсем уже близко к зоне Лиги Чемпионов он находится, сравнялся по очкам с Интером по 40 баллов. Ну и вот игра, открывавшая этот самый 23-й тур, игра в Роме, где римская команда, которая в этом сезоне не выиграла ни разу, принимала калери. Ну и надо сказать, что после поражения от Наполя и Катани, ничьи с Интером и Болони, не в лучшем расположении духа футболисты Ромы находились, и их тренер тоже. Тренер по поводу будущего, у которого много было разговоров еще до этой встречи, имею в виду Зенка Земена. И вот уже в дебюте этой встречи... А именно на четвертой минуте Раджа на Ингалан забивает мяч. На Ингалан, который еще недавно вроде бы был претендентом на переход в Наполе, забивает мяч, счет становится 1-0. И все это продолжение бед Ромы. При этом надо отметить, что калери в прошлом году дважды обыгрывал Рому. Поэтому соперником, этим можно назвать неудобным, этого соперника для римской команды. Назначается пенальти на 35-й минуте встречи штрафной. Прощение, пенальти был, намек на пенальти после падения Токцидиса. Но Актоти забивает свой восьмой мяч в сезоне, после того, как Александра Флоренция ему мяч со штрафного откатил. Мастер стандартов в прекрасной форме находится. Кстати говоря, о составах кратенько. Гайкаечея в воротах Ромы вновь стоял. Дероси пропускал из-за повреждения эту встречу. Бургиса, Пирис, Додо, Маркинис, Брэдли, Токцидис, Флоренцо, Ламело, Тотти. Вот такой был. И Асфальд. Вот такой состав Ромы. Еще одна грубейшая ошибка Маура Гайкаечея. На самом деле талантливого голкипера, который после известной ситуации с Мартаном Стекелинбургом, который поссорился с руководством и с тренерским штабом Ромы. Вот он, кстати, на ваших экранах и не смог перейти в флук. Большое давление оказывалось психологическое на Гайкаечея. Вот видим, он еще одну позиционную ошибку допускает. И он роняет мяч в собственные ворота на 46-й минуте встречи в самом начале второго тайма. Сейчас становится 2-1 в пользу Калери. И еще один мяч уже на 53-й минуте встречи. Подачу Виктора и Барба замыкает Марка Сау. Кстати говоря, тоже восьмой мяч для него. Не самый высокий нападающий, надо сказать, но довольно-таки прыгучий. Подвижный. И вот очередной его мяч. Рома действовал разрозненно, мало, опять же, толковых комбинаций, мало точных передач. Это лишь редкость. Вел, конечно, пытался вести с собой команду Тотти. Но не хватало в этой встрече, конечно, Дероси и Бальцаретти. Левый край не был активен. И Дестра. Это все травмированные, дисквалифицированные пьяничи. Его отсутствие, это также потеря. Сразу несколько шансов получает Калери. И вот после дальнего удара и попадания в штангу, Франческо Пизано делает счет разгромным. На 71-й минуте встречи полный бардак в обороне у Рома. Впрочем, как и всегда, одна из самых пропускающих команд чемпионата Италии. Франческо Пизано забивает свой первый гол в этом чемпионате. Посластил Пилюлю Маркиньо, который уже в добавленное время сделал счет 24. И после этой встречи великий из Денек Зэмон был уволен. На мой взгляд, совершенно неверное решение. Об этом, кстати говоря, мы с коллегами еще поговорим в программе «Международная панорама». Ну, так, чё-ки не со слезами на глазах. Асвальда.